Ответочка президенту. Люди, которых вчера задел Садыр Джапара в своем интервью, решили ответить. Журналист-расследователь Болот Тимиров и опальный монастыщий Делю Цидыков уличили главу государства во лже и манипуляции информацией. Делать это главе государства не впервой. Мы привыкаем к тому, что руководитель государства может менять свое мнение так откровенно и так показательно. Всем привет! Канеметов с вами. Уголовное дело в отношении Болота Тимирова еще даже не успели до конца расследовать, а президент уже вынес вердикт. Журналиста он обвинил в воровстве документов. Даже не предположил, а прямо так и взял и в утвердительной форме сказал «Слямзил чужой военный билет». Уголовное дело в отношении Болота Тимирова было возбуждено три месяца назад. Он украл чужой военный билет, приклеил свою фотографию, сменил фамилию и на основании этого военного билета получил кыргызский паспорт в Узгене. Он был гражданином России. Владельца военного билета нашли. Минобороны также подтвердило, что Болот Тимиров никогда не служил в кыргызской армии. Болот Тимиров назвал президента лжецом. В деле нет ни слова про кражу документов, заявил журналист. А еще он выпустил видеоответ первым лицам страны, сказал, что не отступит от своих принципов, будет бороться до конца. Но давайте вернемся на 16 лет назад. Я, как и всякий молодой человек, искал свой путь, свое предназначение. Начал работать на КТРе. Я понял, что мне не хватает квалификации журналиста. И я поехал обратно в Москву и вернулся уже с дипломом редактора телевидения. Однажды меня позвали в Белый дом. Ну как позвали? Спросили, костюм есть? Нет. Покупай. Купил. Поставили на должность эксперта информационной службы секретариата президента. Сдал свои документы и соответствующие органы тщательно проверили. Но я хотел бы сказать одну вещь. В 2008 году, когда я пришел как молодой специалист, там уже сидели на высоких должностях и Садыр Джапаров, как комиссар по борьбе с коррупцией, и Камчебек Ташиев, министров чрезвычайных ситуаций. А Акубек Джапаров прелестненько так выговаривал Бакиеву. Ваше превосходительство. Акубек, что вы имеете? В углу Ватава, да я бы хотел быть? Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Тогда я был молод, верил в красивые речи, боготворил тех, кто меня хвалил. В общем, мы были молоды и наивны. У нас было образование, но мы не были готовы психологически. Элементарно не могли ставить себе цели. Я бы мог и после революции продолжать работать где-нибудь в правительстве. Но я остановился и задумался. Задался вопросом, почему я должен идти туда? Их сущность – это манипуляция, ложь, интриги, пафос, самоутверждение, жадность, алчность, зависть и использование других. Их принципы таковы. Их характер и принципы мне противны. Я стремлюсь быть другим человеком. Пусть не будет статуса, пусть я не буду богатым, пусть называют меня бомжом, если я не одеваюсь так дорого, пусть не будет квартиры, пусть даже не хватать будет на еду. Но, ребят, я не хочу встать на дьявольский путь, неугодный богу. Ответ этот посвящается не только президенту, но и Камчебеку Ташиеву. Председатель ГКНБ вчера комментировал дело болота и тоже использовал обвинительный тон. А еще говорят, у нас верховенство права и виновность человека определяет только суд. И это дело на самом деле уголовное, уголовно наказуемое дело, так как Болот Тимиров в свои 28 лет, когда он возвращался с России, то есть приехал в Россию, в Кыргызстан, он украл, я тоже ознакомился обстоятельством этого дела, он украл военный билет обычного человека, туда наклеил свою фотографию, изменил фамилии и с этим военным билетом пошел, получил паспорт Кыргызстана. Понимаете, это уголовно наказуемое дело за подделку документов. Он должен отвечать перед законом. Даже если предположить, что Болот Тимиров как-то незаконно стал обладателем кыргызского паспорта, хотя это нифига не доказано, то возникает вполне резонный вопрос, что в ГКНБ делали на протяжении почти двух десятков лет, почему раньше не выявили. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Расследования Тимирова раздражают власть, ей не дают спокойно пилить бюджет. Так что да, на журналиста явно и целенаправленно копали, причем долгие-долгие месяцы, и вот в итоге придумали это дело. В своем интервью президент задел и Манас Че Долота Сыдыкова, который сейчас возглавляет комплекс Манас Айлы. Манас Айлы – это не собственность Долота Сыдыкова и не моя. Это собственность народа. Комплекс действительно соседствует с территорией, и сейчас там выравниваются заборы. Кроме того, будет произведена реставрация комплекса Манас Айлы. Посмотрите на его нынешнее состояние. Все в ужасном упадке. Мы сделаем из него настоящее село Манаса. Глядя на сегодняшнее его состояние, архитектуру, стыдно назвать это Манас Айлы. Это не имеет ничего общего с Манасом. Долота Сыдыков стал по-настоящему опальным сказителем. Он сейчас всеми силами пытается защитить Манас Айлы. От посягательств людей из ближайшего окружения президента, которые хотят оттяпать территорию комплекса в пользу будущего хан Сарая. Садарова, да, Манас Айлы не моя собственность, я там ответственный госработник, только выполняю свои обязанности. И комплекс этот не собственность Марата Турсунбекова, Дамирбека Асылбекулу и Нургалы Асаналиева, которые хотят его захватить. Почему мы должны позволять этим людям вламываться в Манас Айлы и творить, что им вздумается? Я давно был осведомлен от всезнающего окружения Джапарова о том, что вместо гостиницы Иссык-Куль будет построен новый белый дом, а на месте Манас Айлы – дом правительства. Я знаю, что готов проект. Когда я спросил, если хотите отобрать землю, то где законное решение, никто не смог ответить или показать. Даже глава управ делами президента Телег Батырканов не смог этого сделать. И что я должен был делать? Тогда почему сразу не издали приказ о строительстве дома правительства вместо Манас Айлы? Такие вот дела. Долёт Садыков – один из немногих всказителей, который открыто выступает против президента. Остальные монасыщи молчат или вторят властям. В этом нет ничего удивительного. Часть сказителей власти заранее подкупили, театр открыли, ещё что-то сделали. Словом, вот… А вот так? Глупец. Все проекты президента и его окружения так или иначе порождают конфликты, потому что нет прозрачности, нет отчётности. Говорят одно, потом другое. Взять ту же историю вокруг строительства Хан Сарая. Президент сначала сказал, что на его строительство ни тыина из бюджета не уйдёт. Ок, а вскоре выясняется, что застройщику отдают 16 гектаров дорогостоящей земли. Люди возмутились. Тогда Джапаров соглашается. Да, земля стоит 30 миллионов. По завершении подсчитаем точную сумму строительства, говорит он. Если будем должны, то мы отдадим. Если у застройщика будут долги, они внесут свой вклад, когда начнётся строительство правительственного здания. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Вот заливает. Мы застройщикам этим ещё и должны будем в концове. А ничего, чтобы просчитать стоимость строительства, можно заранее. Есть инженеры-проектировщики, которые могут составить детальную смету, вплоть до того, сколько конкретно гаек и шурупов понадобится. Это не самострой, в конце концов. Хотя и самостройщики перед строительством всё же считают, сколько у них денег уйдёт. Активисты правы. Никто из нас не спорил с ними по этому вопросу. Рыночная стоимость земли составляет более 30 миллионов долларов. Само здание возводится на площади около 25 тысяч квадратных метров. Стоимость зависит от того, какие материалы используются. Это на контроле держит управление делами президента. По завершении подсчитаем точную сумму строительства. Стоимость зависит от того, какие материалы используются, сказал президент. Он точно нас за дураков держит. Неужели до сих пор не определились с материалами? Чё, правда, проекта до сих пор нет? В любом случае, всё очень и очень мутно. Интервью главу государства ровным счётом ничего не прояснило. Наоборот, вопросов стало ещё больше. Ну, а Белого дома нет даже ещё на бумаге, если верить президенту. А уже началась делёжка зданий, в том числе и Дома правительства. Дом правительства после переезда в новое здание, возможно, отдадут мэрии. В настоящее время рассматривается вопрос перераспределения зданий, которые освободятся после переезда президента и кабинета министров в новый административный городок. Что касается зданий министерств, то мы, возможно, будем привлекать инвесторов. Эти здания могут по инвестиционным проектам пойти. Но в любом случае, они будут использованы во благо города. Суд по делу Кумтора. Год назад в мае Кумтора штрафовали на беспрецедентную сумму. Золоторудное месторождение обязали выплатить государству без малого 262 миллиарда сомов за складирование отходов на ледниках. Сейчас Кумтор вроде бы перешёл на роду. Вместо канадцев теперь заправляют кыргызстанцы. Но ущерб-то остался. Теперь новые хозяева золота решили обжаловать решение суда годичной давности. В Бишкекском городском суде проходит разбирательство по апелляционной жалобе Зао Кумтор Голд Компани о наложении штрафа в размере 261 миллиарда 700 миллионов сомов за складирование отходов на ледниках. До начала заседания истец Наристе Колчаев заявил отвод судебной коллегии. Он мотивировал это тем, что на предыдущем заседании просил двухмесячный срок для того, чтобы компания выплатила госпошлину в размере 1 миллиарда 300 тысяч сомов. Однако судьи не обратили внимания на его заявление. Выслушав мнение сторон, судьи вынесли определение об отказе в удовлетворении ходатайства Наристе Колчаева. В итоге заседание отложено на 24 мая. «Все идет к тому, что Кумтор никогда не выплатит государству 262 миллиарда сомов за уничтожение ледников?» Садара Джапарова об этом спросили прямо. В свое время говорили, что Кумтор нанес ущерб экологии на сумму 260 миллиардов сомов. Кто теперь возместит его? Я пока воздержусь от ответов по Кумтору. Прошу понять меня правильно, так как соглашение, которое мы недавно подписали, вступит в силу через три месяца. После этого я сам сообщу общественности подробности и отвечу на все вопросы. Нам нечего скрывать. Это было на 99% выгодное решение для кыргызстанцев. Позже все подробно расскажу. Я тоже слышу разные разговоры на эту тему. Пусть эти болтуны пока продолжают в том же духе. А потом пусть им будет стыдно за свои слова, когда я раскрою все секреты. Если они не толстокожие, конечно. Но кто их знает, таким людям незнакомо чувство стыда. Давайте поблагодарим президента за всесторонний, безотлагательный, вдумчивый, своевременный, аргументированный и, самое главное, исчерпывающий ответ. Генсек социнтерна Луис Аяло накануне сходил на суд по делу об октябрьских событиях. Позже съездил в колонию и поговорил с Атамбаевым. Вечером встретился с правозащитниками. Ну а сегодня генсеку социнтерна показали исторический музей. Конечно, для вас это все легко. В Европе это все, но в наших регионах это очень прогрессивная оборудование. Ни один сон из государственного бюджета не ушел на реконструкцию государственного музея в покупку такого рода техники и оборудования. А сейчас это привез к культурным центрам. Видите, сколько здесь людей, сколько здесь молодежи. И, наконец-то, люди, кроме 500 памятников Ленина, могут еще посмотреть на историю, на памятники культуры, на то, что действительно относится к нашему многонациональному государству с 3000-летней историей. Ну, столько вещей в музее замечательных. Сколько исторических... Как? Вот из всего этого он нашел только вот это и подошел. Они говорят о том, что была коррупция и куплена лошадь слишком дорого. Но это никто не покупал в Кыргызстане. Все деньги были сразу переданы по договору Германии, германской компании, которая занималась реконструкцией полностью. Вот когда президент пришел, да, он должен был показывать вот это. Зуб и бивний мамонт. Да, зуб и бивний мамонт. Вот что должен был показывать глава государства, когда приходит. Ну, вот есть Атамбаев, вот Текебаев есть. То есть, нет практически вот на стенах, вот здесь вот на стенах, понимаете, это же не просто так стоит. И вот здесь тоже. Мы в других отделениях это видели, видите? А здесь вот все, что связано с 7 апреля, смотрите, и здесь пусто. И здесь пусто. То есть, экспозиция очень пустая. Но в других местах такого нету. Именно вот экспозиция 7 апреля полностью отсутствует. А на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. С вами, как всегда, был Канат Канеметов. Всем мира!